Главный герой вселенной One Piece не раз уже был на волосок от смерти. И как он сам говорил, он не всесилен и ему нужны друзья, поэтому, которые помогут ему в той или иной ситуации. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. И так уж получилось, что сегодня мы поговорим о 10 персонажах, которые спасли Луфи жизнь тем или иным способом. И это не топ, а просто перечисление, ибо такие моменты по топу расставлять как-то не очень. Однако перед началом советую вам замечательный канал под названием Pain07. Он делает неплохие АМВшки, в некоторых вы даже услышите музыку Эндж Пиля. Приятный видеоряд и очень завлекающая музыка. Советую вам глянуть и подписаться, вы не пожалеете. Ну а теперь приступим, я желаю вам приятного просмотра. Ну и первым в списке у нас, конечно же, идет Шанкс. Человек, который вообще в самом начале спас Луфача от смерти. Пират, который вдохновил нашего ГГ стать пиратом и найти сокровище One Piece. Ну и мы говорим о моменте, когда Шанкс спас Луфи от лап морского чудища. Однако не все так гладко разрешилось. Взамен он потерял свою руку, что самого его, собственно, совсем не колышило. Наш Йонка, можно сказать, и второй раз спас Луфи от гибели. Косвенно, конечно, но все же, это когда он пришел закончить войну в Маринфорд. Не остановив он тогда и на некоторое время Кизару и Акайну, вряд ли Луфарю удалось бы уйти оттуда живым. Так что Шанкс заслуженно находится в этом списке. Вторым у нас идет один из Шичебука и Бартоломью Кума. Может сейчас некоторые удивятся и спросят, а чем это он спас жизнь Луфи. Да я вам даже больше скажу, он спас всю их команду от лап Кизару. Он, притворившись, что избавляется от них, раскинул их просто подальше от Адмирала. Ибо не сделай он так, Кизару их всех прикончил бы. Вот тут поэтому еще и Рейли включается, так что на этом месте у нас будут оба, и Рейли, и Кума. Два этих персонажа спасли всю тему Мугивар от лап Кизару и Дозора. А Кума еще и позаботился об их корабле. Ну что ж, идем дальше. Ну и как же без такого трагичного момента. Смерть Огненного Кулака Эйса. Любящий брат Луфи, который пожертвовал своей жизнью, чтобы Луфарь остался жить. Этот момент, по-моему, один из печальнейших моментов из всех аниме. Та атмосфера, которая пропитывала зрителя полностью грустью и печалью. Эх, ностальгия. Но так Эйс спас жизнь своему брату, защитив его от рук Адмирала Акайну. И вот из-за того, что Магмовый Адмирал убил Эйса, его теперь многие ненавидят. Далеко не уходя от прошлого места, у нас идет Повелитель Морей и бывший Шичебукай Джимбей. Точно так же спас Луфи от погибели, как и Эйс. Он таким же образом защитил тело Луфи, подставив свое под удар Акайну. Только Джимбосс от этого не умер, и удар Акайну немного коснулся Луфи. После этого случая у него и остался этот шрам, красующийся на теле. Джимбей, конечно, мощный тип. Хорошая новость, теперь он и к команде официально присоединится. Думаю, ни для кого это уже не будет спойлером. Я лично буду рад такому новому Накамому Гевар. Так вот, как же мы обойдемся и без отца Луфи, который спас его в Локтауне. Да даже не один раз спас. Я, конечно, не буду это утверждать, но я считаю, что та молния, которая ударила по эшафоту в момент казни Луфи на Шимбаге, была рук никого иного, как Драгона. Все ведет к тому, что он либо погодой управляет, либо ветром. Однако, я считаю, что у него нету фрукта и он все это творит с помощью королевской воли, ибо мы еще толком ничего не знаем об этой воле. И вот второй момент, когда Луфи поймал в лапы капитана Смокера. Первая логия, по которому Луфи не мог ударить из-за отсутствия воли. Так вот, он поймал Луфи и собирался ему нанести удар, как Драгон помешал ему и отбросил своего сына подальше, опять же с помощью ветра. Я просто жду не дождусь раскрытия Саба и Драгона. Ну вот, очень интересно, что у них за сила. Эта война на Маринфорде принесла много потерь, но именно там Луфи спасали от смерти много раз. И первый врач, который это сделал, Трафальгарди Ватерло. Хирург смерти спас человека от смерти. Четко. Ло отличный врач и плюс его фрукт ему сильно помогает в этом деле. Он может проводить сложнейшие операции без рисков из-за своих имбовых способностей плода. Он спас не только жизнь Луфи, но и жизнь Джимбея. Так что говорим Ло за это спасибо и едем дальше. Как бы это ни было странно, но Робин тоже спасала жизнь Луфи. Тут тоже было два таких момента. Первый это случай в арке Арабаста. Помните, когда крокодайл проткнул Луфи насквозь и бросил его в зубучие пески помирать? Ну а кто вы думаете спас его? Конечно же наша Робин. Она тогда еще не была накамой Луфи, но уже строилась какая-никакая, но связь и почва для будущего. Она ведь никогда не была плохой, просто жизнь ее вынудила быть жестче и уметь защищать себя. Еще в детстве иметь такую большую награду за голову это же жесть какая. И вот еще второй момент. Не такой жесткий, но все же. Она спасла Луфи, бросив его вниз на их корабль. Ибо после ожесточенного боя с лучей Луфи и пошевелиться не мог. Если бы не Робин, его там прикончили бы. Однако это не единственная накама, которая спасла его жизнь. Восьмым в списке идет мой любимчик Ророноа Зора. Момент на арке триллер Барк. После победы над морей Луфи уже был в отключке и не мог ничего сделать. Однако пришел кума, который хотел его арестовать. Но тут Зора стал на защиту Луфи. И что бы он ни делал, его сил не хватало для того, чтобы одолеть такого сильного противника. И он решил рискнуть своей жизнью. Зора предложил куме забрать его вместо Луфи. Справедливости ради нужно отметить, что Санджи сделал бы то же самое. Да и любой мугиварец. Однако Зора пожестче и увереннее в себе. Он не дал Санджи рискнуть с собой и вырубил его. Просто настолько крепкие узы у мугивар. А не любой готовый рискнуть своей жизнью ради любого члена своей команды. В этом произведении лучше всего, по-моему, показана тема дружбы. А как играют с нашими чувствами? Так вот этот момент, когда Зора рискнул своей жизнью ради капитана. Ну вот скажите мне, как не уважать такого персонажа? Люди еще спрашивают меня, почему тебе так нравится Зора? Да каждое его слово, каждый момент с ним, это же чисто мужское и брутальное. Ну и даже сам кума похвалил Луфи, что он собрал такую замечательную команду. Девятым у нас идет персонаж, который также впритык связан с темой дружбы. А именно Бон Чан, который не бросил Луфи умирать и помог ему выжить. Это такой эпический момент был, когда он хотел его спасти и искал помощь. Но он хотел найти Иванкова, веря, что тот способен на чудеса. После такой дозы яда Магеллана вряд ли кто-то выжил бы. Но Бон Чан не сдавался и все равно пытался спасти своего близкого друга. И к этому месту тогда еще можно приписать и самого Иванкова. Который непосредственно и был тем, кто спас Луфи от пути в мир иной. Он с помощью своих способностей сделал все возможное. Ну а дальше наш ГГ с помощью силы воли выкарабкался и выжил. Ну и одно из последних событий. Сестра Санджи, которая спасла Луфи опять же от яда. Угораздила же Луфи два раза умирать от различных ядов. Кстати, вот этот момент особенный. Ибо даже с иммунитетом Луфи он все равно был отравлен и подыхал. Вот если бы они не наткнулись на Рейджу, кто знает, что случилось бы дальше. Хотя, кого я обманываю? Как будто ГГ умер бы от яда или вообще даже от конца света. Ну что ж, а на этом все. Напоминаю вам, что я каждую субботу буду проводить стрим часов 6 вечера по московскому. Я, Пакет, Рома, Тайны Мори Джо и не только они. Мы будем играть в свою игру и выяснять, кто из нас лучше шагит в какой-то теме. Последний раз, например, это был Ван Пис. Все это происходит на моем лайв-канале, ибо на этом канале у меня пока что забанены стримы. И там же, кстати, я сохраняю записи стримов, так что можете подписаться на этот лайв-канал. Ссылки будут в описании. Ну, в эту субботу я буду вас ждать на стриме. А так, если вам понравилось это видео, поставьте лайк там, я не знаю, можете также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, а с вами был Анизора, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok